Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодня важнейшее видео. Для каждого оно необходимо, потому что его название и суть таковы. Как реально очистить сосуды от атеросклеротических бляшек? Рецепты, план действий? По-другому нереально. Сейчас вы узнаете, что такое атеросклероз, скратко. Каковы его причины, что вам не хватает из важнейших нутриентов, что надо есть, а что есть нельзя, и каковы лучшие средства и комплексные меры, которые точно, если не будете лениться, очистят ваши сосуды и уберут воспаление в них. Если вы никогда не проводили это исследование, обязательно пройдите его. Исследование на количество кальция в сосудах. К сожалению, в последние десятилетия люди стали есть очень мало живой пищи, и пища ферментированной, тем более экологически чистой. И это беда, и это лень, а не отсутствие возможностей. Если человеку надо, если он поймет, насколько это важно, если остро какой-то вопрос перед человеком стоит, он всегда находит возможности. Итак, причина атеросклероза такова. Это всегда неадекватное питание. У диких животных, кстати, не бывает атеросклероза. И ослабление здоровья и защитных сил организма, которые являются и причинами, и следствиями таких проблем с питанием. Про это, впрочем, у меня на канале были видео, в том числе глобальные про сердечно-сосудистую систему, где я все пояснял досконально. И ссылки на эти видео я оставлю вам под этим видео. Если сосуды не очистить, при том, что есть атеросклеротические бляшки, заужение сосудов есть, то ждите инсульт или инфаркт. В любом случае это произойдет рано или поздно, и потому лучше не дожидаться, а убрать эти состояния. А это возможно. Кстати, как распознать первые признаки инсульта и инфаркта, эти видео тоже у меня выходили. На веганском сыроедении, естественно, проблем с сосудами у людей нет. Никакого атеросклероза быть не может. Правда, могут быть другие проблемы, связанные с накапливающимися дефицитными состояниями тех или иных веществ. Но это когда человек на сыроедении, скажем, ест только одни фрукты. Я рекомендую вам посмотреть мое видео, а что же тогда есть, и почему в наши дни мы не можем питаться только плодами. Ну что ж, атеросклеротическая бляшка – это кальций, это холестерин, это белок, и это бактериальные такие биопленки. Вот это 4 в 1. Некий комплекс. Естественно, к нему присоединяются тромбы. Сгустки наших форменных элементов крови – тромбоцитов, так как при повреждении сосудов они всегда устремляются к этому месту. При исследовании таких сосудов в них были обнаружены бактерии из зубов и десен. Представьте себе. Потому держите полость рта без кариеса. Откладываются все эти вещества в сосудах, в тех местах, где есть завихрения и повреждения самих сосудов. А повреждения стенок бывают из-за повышенного артериального давления, из-за больной печени и нарушения холестеринового обмена. У тех, кто ест сладкое, так как сахар вызывает воспаление в сосудах, и их повреждения. При переизбытке омега-6 и недостатке омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. И при окислительных реакциях, то есть при свободно радикальном повреждении стенок сосуды, из-за канцерогенов в том же питании, в том числе от жареного мяса, потому что при жарке мяса образуются такие канцерогены и мутагены, как гетероциклические амины и нитрозоамины, которые приводят гарантированно к раку рано или поздно, но в том числе и к повреждению стенок сосудов. Да, скажу сразу насчет омега-3, что препараты профессора Исаева – это идеальный баланс омега-3 с мощнейшими антиоксидантами, например, препарат латалсиленом. И вообще посмотрите хотя бы два видео про его разработки, еще вот советские старые разработки, на которые государство потратило миллиарды советских рублей. Две ссылки оставлю под видео. Знайте, что при 60% перекрытии бляшками сосуда человек начинает чувствовать эту проблему. До 60% даже может не чувствовать. А вот более всего перекрытие сосуда чувствует курильщик, потому что вы, наверное, слышали, что есть такая проблема облитерирующей эндертерит. Это ноги курильщика, перемежающаяся хромота, так называемая, все хорошо, а потом раз, и в ногу вступила боль страшной колет, потому что на табачные яда иногда сосуды схлопываются, а разойтись не могут. Полностью прекращается поступление крови, соответственно, и кислорода в ткани, низлежащие по ходу тока крови. Это часто бывает и в первую очередь в нижних конечностях, и тогда возникает гангрена. То же самое и при атеросклерозе, только в меньшей степени, и не так часто, как у курильщиков. А вот если лопнет атеросклеротическая бляшка, что бывает часто, то происходит кровоизлияние со всеми вытекающими. Например, при геморрагическом инсульте. При этом отрывается тромб, летит по сосуду, перекрывает русло, где-то на развилке, и вот вам инсульт уже по ишемическому типу, когда кислород не поставляется в ткани, идет некроз тканей, не слежащих по уходу течения крови. Соответственно, вот вам инсульт и инфаркт, смотря в тех местах, куда попала такая бляшка, такой тромб. Необходимо делать УЗИ дуплексного сканирования. То есть вот это исследование, если вы не проходили, пройдите, оно многое покажет. Помните также то, что вот как дважды два, что таблетками никакими, простыми путями никакими не очистить сосуды. Это надо понять, уяснить. Не бывает здесь чуда. Вы копали ложкой и вилкой могилу, так сказать, так обратно зарыть будет тоже сложно. Так же ложечкой, а не лопатой. Очищение это большой труд. Тем не менее, это возможно абсолютно точно, гарантированно. Если вы будете делать, выполнять следующие меры. Во-первых, коррекция питания. Обязательно веганское питание. Никакого мяса. Естественно, принимать дополнительно специальные вещества, вроде витамины К2, но мы об этом сейчас поговорим далее. И специальные средства из четырех ингредиентов для очистки сосудов. Об этом я вам обязательно расскажу сейчас. Обязательно физическая активность, режим, отсутствие стрессов, ну, все прописные истины. О статинах у меня было видео, посмотрите его. Сразу скажу, в начале, где-то полгода, можно принимать статины, при том, что вы будете выполнять иные условия, скорректируете питание и прочее, и прочее. Тогда да, в этом смысл есть будет только лучше. А потом сможете спокойно, безболезненно, беспроблемно отказаться от них. Через полгода. Помните и знайте, что не должно быть дефицита витамина К1 и витамина С. Кровоточивость десен, кстати, бывает именно из-за их дефицита. Ешьте обязательно руколу и все зеленые горечи. Они очень важны для печени, для ее здоровья. Ешьте вообще много зелени и обязательно проростки брокколи с его веществом, сульфорофаном и другими мощными антиоксидантами. Видео это, посмотрите мое непременно, как и видео про яблочный уксус, который я рекомендую принимать по столовой, полторы столовых ложки на одну треть стакана теплой воды за 5-7 минут до приема пищи, каждого приема. Принимайте дегидрокварцетин и препарат пехтель. Это очень мощные очистительные средства и сильные антиоксиданты. К тому же пехтель поднимет улучшит железо, гемоглобин, ферритин и трансферин. Далее. Вот мы подходим к самому, пожалуй, главному. Знаете, что есть прямая корреляция зависимости здоровой кишечной симбиотической микрофлоры и чистых сосудов, потому что здоровая микрофлора защищает сосуды от воспаления. Оказывается так. А витамин К2 не К1, а К2. Кстати, когда врачи говорят витамин К, это безграмотность страшная. Это разные два витамина. Так же, как и Д2, Д3 фактически разные. Ну, а здесь еще большая разница. Так вот, витамин К2, помните, знаете, удерживает кальций в костях. Но главное к нашей теме, что витамин К2 не дает откладываться кальцию в сосудах. А если кальция в сосудах откладываться не будет, то не будет и атеросклеротических бляшек, потому что именно кальций является той самой арматурой, связующим веществом, которое связывает все остальные, холестерин и прочее, вместе и образуется бляшка. А вот витамин К1 содержится в зеленой растительной пище. И он превращается нашей симбиотической кишечной микрофлорой, родной, которая не подавлена патогенными бактериями, почему важно здоровье кишечника в том числе, превращается витамин К2. Именно бактерии наши синтезируют витамин К2. Как, кстати, очень многие другие витамины, в том числе, кстати, и В12. Просто беда в том, что у современных людей почти у всех повально есть эта проблема. То есть, дисбактериозное состояние, СИБР, то есть, синдром избыточно-бактериального роста, синдром дырявого кишечника. Но об этом, обо всем у меня были видео. Жаль, что вы их, скорее всего, не видели. Очень полезны в этой связи ферментированные продукты, потому что при ферментации синтезируется витамин К2. Квашеная капуста здесь номер один. В ней очень много молочно-кислых бактерий, которые синтезируют К2 из К1. Итак, в капусте квашеной содержится большое количество витамина К2, которое очень важно. Также, это почти полупереваренная клетчатка, а она очень нужна для наших симбиотических бактерий. Они будут размножаться и укрепляться на ней как нельзя лучше. Обязательно посмотрите мое видео про квашеную капусту. Но у кого есть уже проблема атеросклероза, обязательно дополнительно принимайте витамин Д3 с витамином К2 в этой связке. Лучшее здесь, конечно, является вот это масло 4 в 1, пока оно еще есть. Кстати, на 10 тысяч МЕ, то есть международных единиц витамина Д3, должно приходиться 100 микрограмм витамина К2. Просто проверьте, если какие-то препараты, другие будете брать, чтобы это соотношение пропорциональное было всегда. Так, симбиотические пропионовые бактерии ЭВИТА. Они не только полностью восстанавливают работу симбиотической кишечной микрофлоры и защищают от разных отравлений и много чего другого, но и они защищают в том числе сосуды от отложения холестерина и кальция в сосудах. Тут прямая корреляция, кстати, тоже еще советская разработка. Вот это культура симбиотических пропионовых бактерий ЭВИТА. Ссылку оставлю под видео. Не ешьте долго хранимую еду. Вареная и жареная еда, но не содержат ферменты и многие витамины и минералы разрушаются вареной и жареной пище, как при кипячении воды в чайнике выпадает осадок. То же самое. Ну, а теперь средство, очищающее сосуды от атеросклеротических бляшек. И это средство очень важно в дополнение вот к чему я говорил к витамину К2 и прочему, и прочему. Также это средство снижает холестерин и снижает, у кого есть повышенное артериальное давление, берете 4 лимона среднего размера, имбирь кусок сантиметров 5-6, чеснок примерно 5-6 зубчиков среднего размера и берете мед 2 столовых ложки сверху. Но, все же я рекомендую от диких пчел, понимаете, полностью ферментированный, с высоким диастазным числом близким к 50-60. А еще лучше, перезимовавший, полностью ферментированный мед. Он лечебный, уникальный. Ссылку на такой мед я оставлю вам под этим видео. Так вот, лимон предварительно нужно хорошо промыть, а потом ополоснуть кипятком, примерно минуту подержать в кипятке, потом нарезать на кусочки, убрать косточки, провернуть через мясорубку, естественно, без косточек, также через мясорубку провернуть чеснок и имбирь, очищенные, разумеется, которые можно обдать кипятком, просто обдать. Но, разумеется, имбирь предварительно надо почистить, как собственный чеснок, это само собой. Перемешайте всю эту кашицу между собой в единую массу, Добавьте туда мед и 2 литра воды. Но какой? Изначально вы берете воду после обратного осмоса, ну или дистиллированную, чтобы она была без солей жесткости. Кипятите ее, остужаете до 50-60 градусов. И 2 литра такой воды вливаете в эту банку с мякотью и перемешиваете хорошо в единую консистенцию. Ставите в темное сухое место часа на 3-4 в теплое место, да? Обычное теплое в комнате место, но без яркого света с улицы. Без солнечных лучей, разумеется. Периодически помешиваете, а потом ставите в холодильник и там храните. Применять это средство надо 2-3 раза в день по 70-100 грамм в течение 21 дней. Потом сделать недельный перерыв и принимать далее примерно месяц подряд. Ну и это будет огромным делом. Вы заметите разницу, пройдите исследование до и после, то есть через 2 месяца и посмотрите. Естественно, если вы будете применять витамины К2Д3, препараты Исаева, хотя бы латал с селеном и амафор, чтобы поддержать сердце и сосуды. Фульвовую кислоту с ее четырьмя как минимум уникальнейшими свойствами. Посмотрите о ней в мое видео. Ну лучше в данном случае фульвовую кислоту с магнием выбрать. Такой вариант в данном случае. Посмотрите также мое видео, как очистить сосуды от атеросклеротических бляшек и тромбов и снизить плохой холестерин, который у меня вышел более 2 лет назад. Ссылку я на него тоже оставлю. Помните про причины атеросклероза, бляшек, тромбов. И измените наконец-то свое питание и вредные привычки. Введите нормальный здоровый образ жизни. Он войдет вам в привычку, в норму, в радость. Ведь плохие привычки берут верх над человеком, становятся для него зависимостью. Так что же вы думаете, хорошие не станут? Также принцип-то один и тот же. Дело в привычках и в химической зависимости. Изменив ее, переборов, вы измените свои старые привычки и получите новые, но уже полезные. А мои видео будут вам в помощь. Еще раз напоминаю, очень важные ссылки я дам под этим видео. Вот зайдите, нажмите еще слово, если вы в ютубе, и увидите там перечень. Потом все посмотрите, это мой вам просто человеческий совет. Да, и еще скажу так, что есть такие консервы, но полученные совершенно другим способом уже. То есть без высокой термообработки, без пропускания через радиацию. Как, кстати, если вы не знали, йогурты долго хранимые и всякая там молочка. Именно так делается, пропускается через конвейер в конце на выходе с производства, через облучение радиации, чтобы полностью убить все бактерии. Потому что ни одна пастеризация такого не даст. Тем более, когда в этих продуктах много питательных веществ для бактерий и грибков. Понимаете? Так вот, есть альтернативы. Есть эта вакуумная СО2-экстракция и другие методы комплексные, которые мы применяем в производстве наших уникальных веганских и первых в мире сыроедных. То есть до 45 градусов там делается все и сохраняются ферменты, витамины, омега-3, жирные кислоты и прочие нутриенты. До 45 градусов. И вот эта линейка, это паштеты, это различные паэльи там и прочее. Вот посмотрите, это большой список. На него ссылку я тоже вам оставлю, потому что кому-то надо, понятно, в тур похода, в экспедиции. И это, конечно, помощь огромная. Плюс, естественно, то, что содержит малый вес. Это порошки-концентраты, полученные путем молекулярной вакуумной сушки различных трав. Той же крапивы, сны, телопуха, кстати, который обладает в том числе противораковыми свойствами. И многих-многих каш, супов и так далее. Посмотрите на этот наш уникальный, не имеющий аналога в мире, ассортимент. Охранятся данные продукты официально два года, потому что больше получить нельзя разрешение. Но реально от 20 лет и более. Потому можно делать даже стратегические запасы. Ну а теперь, уважаемые зрители, досмотрите еще две минуты. Особенно те, кто у нас еще ничего не приобретал. На нашем сайте nadgar.ru. И те, кто смотрит это мое видео, находясь, проживая не в России, а в других странах мира. Смотрите. Уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт nadgar.ru. Посмотрите хотя бы два раздела. Отзывы и новинки. Ну а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары, вы можете заказать на нашем сайте, и мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено. Обо всем сказано на нашем сайте в разделе доставка и оплата. Поэтому заходите, посмотрите. Ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Я открыл второй интернет-магазин по био, зерну и муке, смолотой на каменных жерновах. Я открыл еще один канал на ютубе для рубрики ответы на вопросы и всяких видеоразборов. Кому интересно, подпишитесь на этот мой новый канал и ждите соответствующие видео уже там. Есть у меня ютуб-канал специально по продуктам. Там есть то, что я не публикую на этом главном канале. Напоминаю, мы производим уникальные корма для кошек и собак, которые не просто насыщают, но и лечат и продлевают жизнь питомцам. Смотрите об этом вот это важное видео. Даю подсказку на мое видео, как совмещать продукты питания, БАДы и лекарства между собой, чтобы никто меня об этом уже не спрашивал более. Мой совет. Измеряйте среду обитания. Ну где вы живете и работаете? На радон, радиацию, электромагнитное излучение. И себя на отсутствие опухолей. Вот раздел про приборы-тестеры. И вот на все это я оставлю вам ссылки под этим видео, которое вы сейчас смотрите. И последнее. Под каждым моим видео внизу есть важные ссылки, в том числе на мои соцсети. Очень рекомендую подписаться на телеграм-канал, который дублирует ютуб. Мало ли что с ютубом будет. И там есть также ссылка на индивидуальные консультации. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео. Всего хорошего. До свидания.